Сегодня выпуск начнем из Испании. Следующий тур Ла Лиги Барселона должна провести в Мадриде, однако стало известно, что руководство Атлетика отказало Барселоне, а точнее ее поклонникам в продаже билетов на этот матч. Таким образом, в игре против индейцев Синегранатовых поддержит группка из 68 человек. Просто эти люди ранее купили билеты, но не отбирать же их у них. Официальную версию Атлетика связал с проблемами в логистике. Клуб не может доставить билеты болельщикам, поэтому вынужден отклонить их заявки. Но мы-то знаем, что дело не в логистике. Напомню, Барселона лидер чемпионата. Клуб выиграл все 7 туров и имеет 21 очко. В таблице, конечно же. Юб Хайнкес, который ранее тренировал Баварию с 2011 по 2013, может вновь возглавить клуб. Немецкое издание Бильд считает, что он примет команду вплоть до окончания этого сезона, но пока руководство не найдет тренера. Если это произойдет, то он в четвертый раз в истории станет главным спасителем Баварии. Напомню, в 2013 тренер официально объявил о завершении своей карьеры и с тех пор ни один клуб не тренировал. Кстати, как я ранее рассказывал, в том же году он был признан тренером года по версии FIFA. И в том же году мюнхенцы вместе с ним оформили хит-трик, выиграли Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок страны. Там же Хайнкес подтвердил информацию о том, что ему предложили стать тренером Баварии. Но он должен все проанализировать и хорошенько подумать. На данный момент команду временно тренирует Вилли Саньоль. И заглянем в будущее. Где пройдет чемпионат мира 2026 года, пока неизвестно. Но большие шансы на его проведение есть у троицы США, Мексика, Канада. Сегодня эти страны назвали 26 городов, которые уже сейчас готовы принять чемпионат. И сегодня стало известно о том, что еще одна троица подала совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Это Аргентина, Уругвай и Парагвай. Кстати, в 2030 пройдет 100-й юбилейный чемпионат мира. Ровно 100 лет назад, в 1930-м, Уругвай принял первый турнир. Так как команда теперь станет 48, то для этой страны это будет теперь сделать тяжело в одиночку. Поэтому на помощь пришли Аргентина и Парагвай. Об этом говорили еще 12 лет назад. И вот теперь заявка будет подана. На право проведения чемпионата в 30-м году претендует также и Китай. Смотрите следующий ролик про сборную тура в Лиге чемпионов. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и конечно же подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно.